Всем привет! Вы на канале Доктор Сычёв, и сегодня мы с вами будем говорить о том, бывает ли депрессия вместе с психозом. Вот прям депрессия вместе с галлюцинациями и бредовой симптоматикой. Бывает ли такое, спросите вы. А я отвечу, бывает. К сожалению, бывает. И с вами, как всегда, я, врач-психиатр. Зачем я взял стакан, непонятно. Но он всё ещё наполовину полон. С вами я, Кирилл Сычёв, врач-психиатр, психотерапевт, и мы начинаем. А если у вас стакан наполовину пуст, то, возможно, у вас есть депрессивная симптоматика. А если у вас есть депрессивная симптоматика, но вы почему-то ещё не дошли до врача, то я советую приобрести вам наше руководство по депрессии. Его писал я с командой, и оно полно полезной информации для тех людей, кто страдает депрессивной симптоматикой. Там и про диагностику, и про лечение, и про то, как можно с этим справляться самостоятельно в лёгких случаях, или как параллельная поддержка для людей, которые принимают лекарственные препараты и занимаются у психиатра. Да даже и те, кто занимаются с психотерапевтом, всё равно найдут в ней много нового. Очень советую. Таким образом вы ещё и поддерживаете нас. То есть, если вы, в принципе, хотите просто нам затонатить, сказать, Кирилл, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, то лучше не отправляйте нам деньги, а прям купите какую-нибудь нашу книгу и посмотрите. Например, книгу про депрессию. У нас ещё есть книга про тревогу, про психиатрические препараты, и ещё есть несколько книг, ссылки на которые мы оставим внизу под видео. Обязательно проходите к ним и помогайте нашему проекту развиваться, а себе помогайте выздоравливать. Итак, тема у нас сегодня безумно интересная. Это депрессия с психотическими симптомами. Многие думают, что депрессия — это всегда лишь расстройство настроения, энергии, ну и, может быть, каких-то когнитивных проблем. Но на самом деле у достаточно большого процента людей депрессия может сопровождаться бредом и галлюцинациями. Когда я говорю много, это действительно много. Ну, например, полпроцента от всех людей, которые живут на планете Земля, заболеют этим расстройством. А если человек уже болеет депрессивными состояниями, то 28%, что у него появится ещё и психотическая симптоматика. А среди госпитализированных пациентов вообще у 42% есть такая психотическая симптоматика. Ну, конечно же, это сопряжено с историей про курицу и яйцо. И, конечно же, чем тяжелее симптоматика, обрет и галлюцинация тяжелее, чем расстройство настроения просто без этого, тем больше шанс у человека угодить на госпитализацию в какую-нибудь больницу. Если говорить про возраст, то депрессии с психотической симптоматикой бывают чаще всего к 25-30 годам и чаще встречаются у женщин. Ещё интересно, что у людей с такой симптоматикой чаще, чем у людей с обычной депрессией, есть родственники, которые болели биполярным аффективным расстройством. Но тут не запутайтесь. Такая симптоматика может быть и у людей с биполярным расстройством, и у людей с обычным большим депрессивным расстройством или рекуррентным депрессивным расстройством, как угодно. Поэтому мы сегодня будем говорить как раз про обычную депрессию без биполярности, которая сопровождается, тем не менее, бредом и галлюцинациями. По нейробиологии все не очень понятно, как и в любой психиатрической проблеме, но мы знаем точно, что ось гипоталамус-гипофиз надпочечники, точнее, дезрегуляция проблемы с этой осью, есть у людей с такими состояниями. Еще есть исследования, которые показали, что у людей с психотической депрессией больше кортизола в моче, чем у людей без психотической депрессии. Для тех, кто не знает, кортизол — это гормон, который, в общем, регулирует всю эту оси, которая выделяется как раз в надпочечниках. А еще у людей с психотической депрессией, вероятно, есть дефицит дофамин-бета-гидроксилазы. Это такой фермент, который переводит дофамин в норадреналин. Еще важный момент, что миндалевидное тело или миндалина, как ее в народе называют, у людей с психотической депрессией меньше, чем в среднем по популяции и даже чем в среднем у депрессивных людей. К слову сказать, миндалина отвечает у нас за всю тревожность. И, вероятно, у людей, у которых миндалина меньше, испытывают тревожность реже, а у людей, у которых миндалина больше, испытывают чаще. Например, люди с паническим расстройством или с генерализованным тревожным расстройством часто обнаруживают, что у них миндалина, наоборот, увеличена. Ну, не то чтобы они прям как-то это обнаруживают, это, естественно, и следуется просто. Не надо ходить на МРТ и пытаться там что-то у себя обнаружить. Тем более, даже если вы это обнаружите, это никак вам не поможет. Вы не сможете счистить часть миндалины или, наоборот, нарастить ее какими-нибудь упражнениями. Как я и сказал, такую психотическую депрессию мы можем разделить на две части. Это униполярная депрессия и биполярная депрессия. Униполярная депрессия — это когда есть только депрессивная симптоматика, а биполярная — когда есть депрессивная симптоматика и маниакальная. Чтобы не путаться, биполярную депрессию мы сегодня исследовать не будем. О ней вы можете посмотреть в других видео. Для того, чтобы поставить человеку диагноз униполярная депрессия, нам нужно найти у него достаточно много симптомов. Это и подавленное настроение, и снижение энергии, и потеря удовольствия или интереса к большинству из того, что раньше человеку нравилось. И так называемая психомоторная задержка или возбуждение. И плохая концентрация, и постоянное самообвинение и самобичевание. И суицидальные мысли, конечно. Ну и у некоторых людей, к сожалению, бывают суицидальные попытки. Ну и вот если мы находим примерно 5 симптомов такого рода, мы уже можем говорить о том, что депрессивный эпизод есть. Если был один депрессивный эпизод, это называется просто депрессивный эпизод. Если у нас было хотя бы 2 депрессивных эпизода, это называется рекуррентное депрессивное расстройство, либо большое депрессивное расстройство. Ну и во всех материалах, которые касаются психотической депрессии, я обнаружил информацию о том, что психотическая депрессия, Как правило и своими депрессивными Симптомами тоже проходит Тяжелее, то есть все эти симптомы В среднем будут тяжелее Чем у такого же человека Без психотической симптоматики Что же такое психотическая симптоматика Это бред И галлюцинации Но под бредом я не понимаю То, что обычно несут на пленумах Наши депутаты, хотя там конечно иногда Похоже на психоз Но я здесь говорю немного о другом Бред это ложные Но в то же время достаточно фиксированные Суждения А галлюцинация это когда мы чувствуем то Чего не существует Ну и мы можем конечно же и слышать то, что не существует И видеть то, что не существует И чувствовать то, что не существует Но чаще всего Это конечно слуховые галлюцинации В этом случае, да и в принципе Даже при шизофрении и других состояниях Которые сопровождаются психозами Чаще всего бывают у людей Слуховые именно галлюцинации Статистически в среднем по исследованиям Есть информация, что галлюцинации Бывают гораздо реже, чем бредовая симптоматика А бредовая симптоматика Достаточно тонкая И более сложно распознаваемая Чем такая же подобная симптоматика При, например, шизофрении Чаще всего бред бывает Либо по поводу какой-то вины Или бесполезности Самого человека Либо подозрительности А если мы говорим про подозрительность То чаще всего эта бредовая симптоматика Связана с преследованием человека Если говорить про психотическую симптоматику вины То такие пациенты могут, например, заявить «Мой дед умер из-за меня» Хотя, когда мы спрашиваем И пытаемся разобраться с этой ситуацией Или задаем вопросы родственникам То нет никакой связи Почему дед умер из-за тебя Но человек может Но человек эта мысль Может прямо-таки преследовать И человек может думать Ну, конечно, может быть и нет Но все-таки, скорее всего Вот я заболел депрессией Вот я стал абузой И дед и умер Потому что такой стресс он не пережил И кажется, что звучит-то вроде как логично Особенно для людей Которые склонны к какому-то мистическому мышлению Не очень склонны искать причинно-следственные связи Разбираться в них Это может звучать вполне правдоподобно И именно об этом я говорил Когда говорил о тонкости симптоматики Потому что, когда мы говорим про шизофрению Там чаще бред все-таки такой более глобальный Что меня воруют каждую ночь Инопланетяне Делают надо мной опыты И потом возвращают обратно Или меня облучают ФСБшники для того Чтобы я поскорее Сошел с ума или умер Но также они облучают всю планету Но тут надо все равно понимать Что бред Никак не связан с реальностью Вот вообще никак не связан с реальностью Потому что у нас есть при некоторых состояниях Навязчивые или сверхценные идеи Которые так или иначе завязаны На каких-то реальных событиях Ну просто искажены факты Здесь нет связи с реальностью никакой Плюс к этому стоит сказать Что бредовая симптоматика при депрессии Часто связана непосредственно с настроением А даже если она с настроением не связана Она связана с какими-то депрессивными симптомами Которые есть у человека Например, мой сосед узнал о моей болезни Узнал о моей депрессии И теперь, сволочь такая Хочет меня отравить И каждый день он выливает Какую-то водичку с ядом себе на пол Она просачивается через мой потолок Падает на меня Вон, посмотрите, видите Там что-то действительно протекло Падает на меня Или падает в квартиру И я чувствую себя после этого отвратительно Ужасно себя чувствую Ну а скорее всего Он об этом вообще врачу не расскажет Потому что, как я сказал Очень часто есть большой эффект подозрительности И этот человек может засомневаться А стоит ли этому врачу вообще сообщать Что меня травят-то Ведь он же может вступить в сговор Или может быть он уже в сговоре с этим соседом И я лучше ему ничего не скажу Поэтому очень часто приходится буквально клещами доставать Из пациентов подобную информацию И если эту историю развивать еще дальше То могут быть и галлюцинации Которые связаны с этой же концепцией этого же бреда И пациент может заявить Да к соседу сказал даже, что он меня убьет Ну когда же он вам это сказал? Да я слышал, я вот всю ночь не спал Ходил по комнате туда-сюда И еле-еле слышным голосом я услышал Как там эта сволочь у себя наверху Сказал кому-то Да убью я его Или он может слышать, как капают капли Где-то на пол Но он не может никак найти, где же именно это происходит Тут стоит еще сказать, что крайне часто Вне зависимости от того, что менделевидное тело Вроде как уменьшено Тревожной симптоматики у таких людей может быть больше И примерно 36% от всех людей с психотической депрессией Болеют параллельно еще и тревожными расстройствами И это может еще больше усиливать симптоматику Потому что когда у человека такие бредовые мысли возникают А еще он чувствует физическую тревожность Он еще больше может начать в это во все верить С чем мы можем перепутать эти состояния? Во-первых, мы можем перепутать это с обычной большой депрессией Потому что мы можем принять за бред то, что происходит с человеком на самом деле Может за ним на самом деле следят ФСБшники Или может быть его сосед действительно хочет отравить Мы этого не знаем Чаще всего это не так Но, тем не менее, дифференциальную диагностику стоит проводить Как правило, она проводится с родственниками Для того, чтобы понять, насколько эти концепции близки к реальности Второй момент — это биполярное аффективное расстройство Как я сказал, здесь симптоматика может быть практически такой же Только она может еще повторяться Или меняться на другую психотическую симптоматику Когда у человека маниакальное состояние И в этих случаях он может, наоборот, ощущать себя Всемирно известным профессором медицинских или математических наук За которым следит этот сосед Которого подселили туда какие-то американские астронавты Которых направили к этому, естественно, пришельцы Которых эти астронавты встретили в своем длительном путешествии на Марс Ну и, в общем-то, если сравнивать все это Это немножко все-таки отличается Но я не думаю, что вам сейчас в этом видео надо прям глубоко в это погружаться Просто биполярное расстройство — это немного другое состояние И, конечно, шизофрения или шизоаффективные расстройства Тоже могут иметь место Тоже могут иметь похожую симптоматику Но очень важно разобраться с тем, что при депрессивных расстройствах с психозом Депрессивная симптоматика совпадает с психотической симптоматикой И когда нет депрессии, психотической симптоматики тоже нет А при шизофрении, когда нет депрессии, даже если когда-то она была Психотическая симптоматика остается, потому что она спровоцирована совершенно другой болезнью Теперь давайте разговаривать про лечение Почему я подробно стараюсь рассказывать в таких роликах про лечение Хотя у вас нет доступа к лечению Да и не дай бог лечиться самостоятельно от такого состояния или от любого другого состояния Ни в коем случае обязательно идите к психиатру Но я хотел бы, чтобы вы понимали примерно хотя бы правильно или неправильно лечит вас ваш психиатр И чтобы вы научились задавать верные вопросы своему психиатру Это поможет более комфортно себя чувствовать Ну и возможно будет полезно для молодых врачей, которые еще ничего не знают о лечении психотической депрессии Во-первых, стоит разделить лечение на лечение острого периода Вот прям того момента, когда у нас проявляется психоз Когда есть эта бредовая и галлюцинаторная симптоматика И поддерживающее лечение, с которым человек потом находится какое-то время уже без всякой психотической симптоматики Просто лишь ради того, чтобы в дальнейшем не случился рецидив Потому что, к сожалению, у большого количества людей с депрессивной симптоматикой, сопровождающейся психозом Бывают рецидивы Ну, судя по исследованиям, 74% людей, которые однажды столкнулись с психотической депрессией Столкнутся с ней еще хотя бы один раз Острое лечение мы можем разделить на два варианта Первый вариант — это применение антидепрессанта плюс антипсихотика И второй вид лечения — это электросудорожная терапия Это та терапия, на которой вас положат на стол И как в фильме, пролетая над гнездом кукушки, наложат на вас электроды И вы будете вот так вот трястись На самом деле ничего этого, конечно, не будет Это очень популярная и полезная процедура, которая используется при большом количестве разных состояний Делается она, естественно, под миорелаксантами, ничего у вас там не трясется Делается она, естественно, под наркозом, вы ничего этого не помните И она достаточно хорошо используется и на Западе, и в постсоветском пространстве Оба варианта имеют аналогичные доказательства эффективности То есть мы при общих равных можем применять оба этих метода, выбирая любой из них Но обычно мы, конечно, выбираем первый вариант Это антидепрессант плюс антипсихотик Просто по той причине, что электросудорожная терапия — это неудобно Что вам надо ходить несколько раз в неделю, ложиться под наркоз, что-то там с вами делают Уходить, и вообще надо куда-то ходить постоянно И плюс это не всегда дешево стоит, особенно когда в стране не страховая медицина Поэтому все-таки это мы применяем, как правило, не как лечение первого ряда Я имею в виду электросудорожную терапию, а как лечение первого ряда Применяем схему антипсихотик плюс антидепрессант Что такое антидепрессант, я думаю, многие из вас знают А что такое антипсихотик? Это препараты, которые еще по-другому называются нейролептики И действуют они в основном на дофаминовые системы головного мозга И на высоких дозировках, ну достаточно высоких дозировках Они могут оказывать как раз действие противопсихотическое То есть снимать галлюцинации и уменьшать или полностью убирать психотическую симптоматику Я нашел в исследованиях достаточно много комбинаций, которые применяются И имеют примерно одинаковую эффективность И это вот, например, сертралин плюс аланзапин Это флуоксетин плюс аланзапин Венлофоксин плюс квитиопин Аметриптилин плюс галоперидол Аметриптилин плюс перфенозин Но тут стоит отметить, что самое большое количество исследований Именно по поводу первой парочки Это сертралин и аланзапин Просто так получилось Я не думаю, что в действительности Есть какое-то большое превосходство этой пары над другими парами препаратов Но исследований больше И за счет этого большинство рекомендаций сходятся к тому Что лучше начинать лечение именно с этих двух препаратов Хотя и не обязательно Еще стоит отметить, что достаточно большие дозировки Конечно, используются для лечения психозов Особенно дозировки антипсихотических препаратов И тут очень важно разобраться с тем, что эта дозировка должна быть и не слишком высокая И не слишком маленькая То есть, когда вы будете задавать вопрос своему врачу Спросите, до какой дозировки мы будем доходить Как определить, что дозировка слишком большая? Это когда у вас развивается много разных неприятных побочных эффектов Например, когда слишком сильно растет вес Или появляется какая-то симптоматика такой скованности в зубах или в руках Вот в большинстве случаев до такого доводить не надо Потому что в этом случае у нас происходит процесс Который представляет из себя занятие всех практически дофаминовых рецепторов И это приводит к тому, что организм начинает продуцировать еще больше рецепторов И из-за этого состояние ухудшается И более того, вероятность будущих психозов тоже увеличивается По поводу этого тоже есть достаточно большое количество исследований Если это интересно Просто это очень тонкая какая-то редкая тема Здесь напишите в комментариях И я, возможно, что-то подумаю снять на эту тему В общем, нам нужно добиться того, чтобы побочных эффектов было не так уж много Чтобы они были терпимые Чтобы они не слишком сильно ухудшали качество жизни пациента Но, конечно, в остром периоде наша главная цель Это убрать вот эту психотическую симптоматику И мы медленно достаточно, но, тем не менее, достаточно активно Поднимаем дозировки обоих препаратов Для того, чтобы получить этот эффект Ну и вот у нас получилось Получилось, мы сняли всю эту симптоматику Все, нам надо теперь человеку подобрать поддерживающую терапию Которую он будет принимать достаточно длительное время Потому что нашему организму недостаточно 2-3 недели или месяц попить препараты Потому что те процессы, которые в дальнейшем помогут поддерживать ремиссию Это каскады процессов Это внутриклеточные и внеклеточные процессы На которые нужно время И поэтому мы часто достаточно долго принимаем препараты Обычно то, что нам помогло Вот эту дозировку Мы сохраняем примерно 4-6 месяцев То есть принимаем все это время Два препарата А потом антипсихотик мы отменяем И оставляем только антидепрессант Который пьем где-то около года Иногда антипсихотики мы можем убирать раньше Особенно в случае сильных побочных эффектов Например, когда вес вырос на 10 килограмм Ну, конечно, нам лучше убрать этот препарат пораньше Хотя мы, конечно, можем рисковать в этом плане Но, тем не менее, сам пациент может запросить это И мы ни в коем случае не можем настаивать на том Чтобы обязательно поддерживать данные дозировки Можем предположить то, что ничего плохого не произойдет Если мы снизим дозировку А в некоторых случаях даже если отменим дозировку А вот если были уже эпизоды рецидивов Если вы когда-то лечились, вылечились А потом начался рецидив В этих случаях мы всю эту пару И антидепрессанты, и антипсихотик Оставляем на 9-12 месяцев Тут еще, кстати, стоит сказать о том, как снижать антипсихотики Потому что некоторые думают, что только антидепрессанты Надо снижать медленно, а все остальные препараты Можно убирать единоразово Нет, мы снижаем очень медленно Ну, как правило, на 25% в неделю То есть если у вас дозировка какого-то препарата Например, 100 мг, то мы снижаем на неделю до 75 Потом снижаем до 50 и так далее до полной отмены В каких случаях это поддерживающее лечение Можно сохранять дольше, чем я сказал? Во-первых, если есть какие-то остаточные симптомы И к остаточным симптомам особенно я бы отнес Суицидальные мысли Если они остаются, мы, как правило, оставляем препарат На более длительный период времени Если есть какие-то дополнительные психические состояния Которые пока не находятся в ремиссии Тоже обычно удлиняем процесс Если есть история попыток суицида Тоже Еще если ранний возраст начала заболевания То есть там до 20 лет Тоже мы стараемся подольше это сохранить Но тут есть свои особенности Здесь мы часто предполагаем Как раз биполярное аффективное расстройство Не будем сегодня в этом разбираться Просто запомните это так И последнее, что на самом деле имеет определенную дискуссию Это то, что мы можем сохранять на более длительный срок препараты Если есть сильные стрессы Если человек находится в каких-то нестабильных отношениях Или в периоде развода Или там с работы его уволили Или кто умер В этих случаях мы часто оставляем препараты на более длительный срок Потому что сильный стресс может спровоцировать рецидив Еще момент, который мне бы хотелось озвучить То, с чем я прям сталкиваюсь достаточно часто Это когда человек принимал какие-то препараты Ему помогло это И вдруг начался рецидив Он приходит к врачу И ему снова начинают пробовать Подбирать какие-то разные препараты Чаще всего, если вам что-то одно помогло В следующий раз, если происходит рецидив Назначаются те же самые препараты Это очень важно Иногда еще могут назначаться другие препараты Например, корректоры настроения Как при биполярном аффективном расстройстве Чаще всего назначается в этих случаях литий Но надо понимать, что это не назначается через неделю Две или три Это назначается неделю через восемь Если не помогает та схема, которую мы подобрали первоначально И не одна схема, а несколько схем антидепрессант плюс антипсихотик Должны не подойти Для того, чтобы мы перешли к следующим препаратам Которые могут нам помочь То есть доказательств эффективности лития при психотических депрессиях Не так уж много Но иногда он помогает Еще хочется пару слов буквально сказать про психотерапию Конечно, психотерапия чаще всего используется Не при психотических расстройствах Но есть особенности Во-первых, психотерапия нужна для того, чтобы была приверженность лечению Это ведь тоже психотерапия, когда у нас идет какое-то психообразование Когда я, например, своим пациентам рассказываю о том, как работает их состояние Почему стоит придерживаться лечения Что будет, если не будут придерживаться лечения Какие варианты, какая статистика и так далее Все это очень важно знать пациенту А где он это получит? Ну вот, в общем, на психотерапии он вполне себе может это получить Второй момент, который мне кажется тоже крайне важным Это принятие возможного стресса Принятие того, что, возможно, это состояние будет еще раз Или даже не раз И для того, чтобы принять это Что жизнь теперь уже никогда не будет прежней Хотя, конечно, может быть и будет Важно заниматься психотерапией И это снизит тот стресс, который вы испытываете просто в покое Еще важный элемент психотерапии Это научиться замечать те симптомы, которые сопровождают ваше состояние Причем, как правило, мы учим замечать симптомы не как Это реально бред, это реально галлюцинации А просто научиться замечать их, не оценивая эти симптомы, как правильные или ложные Конечно же, также на психотерапии можно работать с какими-то определенными отдельными симптомами Например, с депрессивной симптоматикой Мы можем работать с помощью когнитивно-поведенческой терапии Но тут надо понимать, что во время психоза Конечно, работать с депрессивной симптоматикой не всегда удается Хотя, тем не менее, такие ситуации бывают И в моей практике тоже они были И последний момент Это поведенческая активация Люди, которые болеют любыми депрессиями, постепенно становятся менее активными Постепенно они начинают замыкаться в себе Часто не ходят на какие-то социальные мероприятия, вечеринки Или не делают каких-то своих любимых вещей Потому что им кажется, что они не доставляют им удовольствия А поведенческая активация — это метод психотерапии Ну, который является, в общем, частью когнитивно-поведенческого подхода Тоже Который помогает научиться понимать, где действительно есть удовольствие Насколько это доставляет мне удовольствие Насколько мне сложно это выполнять Поэтому, если у вас депрессия, лучше эти задания выполнять Кстати говоря, у нас есть видос по поводу поведенческой активации Если вы заинтересовались, вот тут сверху он появится Кликните и обязательно посмотрите А я, кстати, начинаю заканчивать Потому что рассказал вам все, что хотел сегодня рассказать Надеюсь, что вам понравилось Надеюсь, что вы подпишетесь Потому что хватит уже это терпеть Уже невозможно У нас просмотры и подписки — это абсолютно какие-то разные вещи Давайте подписывайтесь Так большее количество людей будет узнавать про наши видео Я считаю, что по психиатрии мы лучшие Или хотя бы одни из лучших И напишите обязательно комментарий, как вам видео Какие у вас есть вопросы Я постараюсь на эти вопросы поотвечать До новых встреч С вами был Кирилл Сычев Не забывайте покупать наши книжечки Особенно книжку по депрессии До новых встреч Пока